Всем тихой ночи. Среди объектов SCP есть немало таких, которые описывают страшных, угрожающих и просто вызывающих тревогу клоунов. Есть даже целый цирк всего тревожного Германа Фуллера, рассказы по которому, кстати, удивительно хорошо написаны. Они будут появляться на этом канале по мере перевода. А историй про SCP-993 клоуна-помпона уже так много, что скоро они разрастутся до отдельного хаба. Образ злого клоуна популярен и за пределами SCP. Особенно далеко ходить не надо. Тот же Пеннивайз из книг Стивена Кинга или даже Джокера с комиксов DC. Они отлично иллюстрируют суть явления. Однако особняком тут стоит SCP-2734, коллективное обозначение для группы гуманоидных существ, выглядящих так, что люди при встрече принимают их за клоунов. В мире SCP они начали появляться по всей планете в 2016 году и, оказавшись на Земле, существа старались вести скрытный образ жизни, потому лишь иногда попадались на глаза людям. Во время встреч с людьми экземпляры этого объекта проявляли крайнее недоверие, а в некоторых случаях ужас и панику. Фонду удалось поймать всего несколько таких существ, и при исследовании было установлено, что они способны перемещаться с огромной скоростью, питаться практически любой материей и выживать в средах невыносимых для человека. Для дезинформации публики и скрытия объекта фонд запустил целую информационную кампанию, в ходе которой в СМИ начали появляться сообщения о безумных клоунах, и все эти сообщения были построены так, чтобы отвлечь людей от реальных случаев встречи с объектом. Существа, похожие на клоунов, обладающие нечеловеческими силами, появившиеся сразу по всей планете, разом, в 2016 году. Звучит как какая-то странная фантазия, но внезапно объект этот основан на реальном событии из реального мира, которое нередко называют «клоун сайдингс» или «наблюдение за клоунами». Самые первые наблюдения клоунов произошли не в 2016, а раньше. В Англии, в городе Нордгемптон, в 2013 году, несколько человек рассказали, что когда они шли или ехали по городу, они видели танцующего клоуна, похожего на Пеннивайза из Оно. Таких сообщений набралось достаточно много, но авторы этого события быстро раскрыли себя. Они создали группу в Фейсбуке, где собирали сообщения от жителей города о страшных клоунах, которыми, собственно, и были авторы этой группы. Трое местных жителей устроили себе такое вот развлечение. Не совсем понятно, зачем конкретно они это делали. Возможно, хотели раскрутить так свою группу. А может быть, они как-то были связаны с фильмом Оно, который выйдет уже через год после этих событий. Но вскоре дело приобрело несколько иной оборот. Да так, что им пришлось удалить группу. Трудно сказать, что именно привело к такому результату. Успех этого перформанса с клоуном в Нортингемптоне или выход фильма Оно в 2014 году. Но уже в 2016 началось странное. События, подобные тем, что произошли в Англии, начались по всему миру. Страшные клоуны, словно сошедшие со страниц романов Стивена Кинга, начали появляться во всех уголках земного шара. Они прогуливались ночами по кладбищам, встречались идущими по пустым загородным дорогам, обнаруживались стоящими ночами на детских площадках. Большинство этих событий были пиар-ходом для продвижения различных фильмов, ютуб-каналов и групп в соцсетях, да и прочих вещей. Но со временем все это начало становиться все более тревожным. Ближе к концу 2016 года появления клоунов стали связаны с насилием и различными преступлениями. Люди в веселых костюмах грабили, избивали и угрожали людям. По какой-то неведомой причине большинство таких сообщений относятся к октябрю 2016 года. Тогда и началась великая клоунская паника. Тревожность событий нарастала постепенно, прямо как в каком-то фильме ужасов. 30 сентября в английском городе Нью-Кассел полиция получила множество сообщений о том, что странный клоун пугает детей, прыгая на них из кустов. 5 октября человек в костюме клоуна всю ночь гонялся за девушкой, у которой была фобия клоунов. 10 октября появились клоуны с ножами, которые преследовали людей. Вскоре целая волна этого клоунизма захлестнула страну. Таких сообщений стало так много, что 11 октября английская полиция выпустила официальное заявление, в котором и судил этот всплеск антисоциального поведения. Однако это как-то не сработало, потому что 12 октября человек в костюме клоуна нанёс ножевые ранения продавцу в магазине. Происходило это всё не только в Англии. 6 октября одетый клоуном человек подошёл к посетителю одного из парков в Колорадо, и когда тот заговорил с ним, клоун ударил его бутылкой из-под виски по голове. 8 октября клоун украл у девочки телефон в Австралии. 30 октября в Швеции клоуны с ножами атаковали несколько человек. 25 октября клоун ударил подростка ножом в Германии. Подобных случаев зафиксировано несколько десятков. И ещё около сотни случаев, когда до насилия не дошло. Но клоуны гуляли с ножами, топорами и пистолетами по всему миру. На Википедии есть отдельная страница со списком этих событий. И примечательно, что большая часть из них случилась именно в октябре 2016 года. Полиция многих стран стала настороженно относиться к людям в костюме клоунов. В США во многих школах родителей на полном серьёзе просили сообщать о подозрительных клоунах. В некоторых штатах в октябре 2016 школы были и вовсе закрыты. Вообще в США эти события развивались даже интереснее, чем в Англии. На сайте The Verge я нашёл историю, в которой описывалось, как в Северной Каролине люди начали видеть в лесах страшных клоунов, которые издавали непонятные звуки и заманивали в леса детей. Одна женщина говорила, что встретила в лесу клоуна. Когда она попыталась с ним заговорить, он в ответ только что-то шептал и кряхтел. Позже эта же женщина сообщила, что встретила в том же месте клоун с бензопилами и цепями. Сложно сказать, была ли эта история реальной, или неназванная свидетельница её выдумала. Но вскоре по всей Америке начали бегать люди в клоунском гриме с бензопилами. Конечно же, большая часть из них была пранкерами, которые всё это снимали скрытой камерой и потом загружали на YouTube. Таких видео, кстати, очень много, но были и случаи нападений с реальными травмами. Вопрос о том, что делать с безумными клоунами, был задан даже представителю президента Барака Обамы, который ответил, что местные власти должны серьёзно заняться этим вопросом. Великая клоунская паника 2016 года заинтересовала многих. Та лёгкость, с которой люди по всему миру подхватили идею злого клоуна, поджидающего за углом заставляет задуматься. Конечно, во многих случаях люди одевались клоунами и шли пугать людей, чтобы пропиарить свой фильм, блок или что-то ещё. Многие люди это делали просто для развлечения. Но интересно, то единодушие, с которым люди так легко подхватили это дело. Кто-то пытался объяснить это культурными корнями, уходящими в представление о Трикстере, весёлом персонаже обманщике, служащем злу, и который, наверное, представлен во всех культурах так или иначе. Кто-то объяснял происходящее разными психологическими штуками. Психологи тут вообще отличились, понаписав об этом событии огромное множество книг и статей. Конечно же, находилось немало людей, которые любят ответы попроще. Такие обвиняли фильм Оно, празднование Хэллоуина и даже жестокие видеоигры. Мне больше всего понравилось объяснение из области меметики. О том, что злой клоун – это сильный мем, который легко заражает умы людей. Мемы – это так-то сильная штука. Главный неожиданный поворот SCP-2734 в том, что эти существа удивляются, почему человеческие комедийные артисты гримируются так, чтобы быть на них похожими. Мол, им всё равно не стать настоящими клоунами, и они всего лишь остаются людьми в гриме. А настоящие клоуны – это отдельная раса в мере могущественных существ, обитающих в ином плане бытия. Я, когда читал все эти статьи, про клоунскую панику наткнулся на интервью, в котором есть точно такая же фраза, как и в объекте, что, мол, это всё не настоящие клоуны, это лишь люди в гриме, что говорит о том, что буквально каждый аспект SCP-2734 был взят из реального события. Короче, SCP-2734 – это очередной объект, занимающийся интерпретацией событий реального мира. Всем пока!